приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 13 января поговорим о том что же нужно сделать в старый новый год от 13 бед что нельзя делать 13 января почему не стоит считать мелочь сегодня и давать деньги в долг что предвещает разбитая посуда и кошка и что обязательно нужно сделать в старый новый год чтобы в вашем доме были достаток и счастье поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной нужно интересной информации приятного всем просмотр на по народному календарю 13 января отмечают васильеву каляду вечер накануне старого нового года называли еще васильевым или щедрым вечером и щедрый вечер и главным атрибутом которого по сей день является богатый праздничный стол щедривки щедрования гадания ряжение игры и забавы нередко в этот день 13 января девушки гадают о будущем замужестве обряды дня напоминают обряды сочельника и название щедрый связано с обычаем готовить богатый стол в отличие от святого вечера и в этот вечер заклятые враги обязательно мирились поссорившиеся преподносили друг другу кутью съедали ее вместе после этого обнимались и троекратно целовались поэтому и вы можете сегодня 13 января провести эту практику особенно это касается если вы поссорились со своими самыми близкими и родными людьми обязательно 13 января пригласите на вкусный ужин на богатый ужин и помиритесь а заодно и отметите старый новый год вы знаете щедрый вечер это завершающий период первой половины святок в этот день устраивали пышный пир и готовили самые большие и самые сытные блюда свинину мясные запеканки запекали индейку сладости украшали все медом и орехами в гости приглашали всех от дальних родственников до заплутавших путников и в этот день сама вселенная щедра к людям на улице обычно царила хорошая погода а среди людей обязательно дружелюбная атмосфера по этой причине и традиции дня связаны с щедростью а потому 13 января важно чтобы каждый из нас проявлял сострадание оказывал помощь и обязательно старайтесь сегодня сглаживать любые конфликты к слову магия этого дня помогает обогатиться получить крупную денежную сумму сохранить свое благосостояние и приумножить его именно поэтому именно 13 января издавна проводили денежные практики женщины что делали для того чтобы в доме были деньги и был достаток 13 января чистили орехи и проговаривали следующие слова скорлупочка дробись деньга из кошелька не выводить орехи съедали а скорлупу обязательно закапывали ну а чтобы защитить свою семью от дурного человека брали свиную косточку и клали под порог входной двери на семь дней а потом закапывали ее под окном если в этот день вы заметите оттепель то знаете что лето будет это теплое а вот если и не обильно покрывает все деревья то значит будет урожай хороший в этом году на зерновые а если солнце высоко взойдет то значит весь год будет благополучным если ночь тихая и ясно то значит будет счастливый год если падает мягкий снег то это на урожай а когда тепло то ли это будет дождливым и сегодня 13 января в этот день были определенные запреты и наши предки знали что категорически нельзя было делать в этот день чтобы не привлечь в свою жизнь беды и проблемы денежные какие-то неурядицы поэтому в этот день категорически запрещается проявлять скупость даже торг в этот день считается неуместным каждый кто пренебрегает этим правилам позже столкнется с нищетой также сегодня 13 января нельзя отказывать и в просьбах в особенности если просили бедняки и больные и дети в этот день важно помогать хотя бы морально тем чья судьба сложилась хуже вашей собственной и здесь не только можно помогать деньгами но и также возможно добрым словом кому-то возможно нужно перейти сюда через дороги через возможно видите что бабушка продает какие-то цветочки комнатной купите у нее таким образом вы ей поможете и сами сделаете доброе дело также сегодня 13 января не стоит конфликтовать даже если на то были и веские причины все обиды стоит забыть и попросить прощения у тех перед кем вы виноваты также не нужно сегодня опаститься и отказывать себе в удовольствии щедрое проведение в этот день притянет такое же и будущее в этот день нельзя было браться за что-то новое поскольку люди верили что из этого ничего хорошего не выйдет на праздничный стол не ставили наши предки блюда из рыбы и птицы считала что таким образом счастье может упорхнуть или даже уплыть из дома не стоило 13 января давать или брать денег взаймы иначе долги будут преследовать целый год также 13 января не следует выносить мусор и пересчитывать в мелочь в кошельке иначе вы можете отпугнуть достаток не только своего кошелька но и своего дома и и своей жизни не разрешалось сегодня выгонять и из дома людей которые пришли калядовать иначе такие люди могут проклясть а если их угостить то тогда в семье по народным поверьям вот счастье и удача и знаете наши предки верили что чем пышнее будет накрыт праздничный стол сегодня тем зажиточнее будет семья в этом году потому и назвали вечер щедрым также день маланки или василия вечер считается самым удачным временем для гаданий люди верили что тот что нагадают на василия обязательно сбудется чаще всего именно сегодня девушки гадали на свою судьбу и на будущую в свадьбу кроме того если 13 января держится относительно теплая погода то считала что лето будет дождливым а весна поздний а вот если крот вылез из своей норы то знаете наши предки считали что май будет холодным и именно сегодня вы можете провести простую практику на исполнение своей самой заветной и сокровенные мечты и так 13 января в любое время когда вам будет удобно главное чтобы вы были в хорошем настроении главное чтобы вы улыбались и понимали что все у вас хорошо возьмите в руку немного крошек хлеба или крупы если нет рядом ни хлеба ни крупы возьмите тогда и покрошите печенье выйдите на улицу или на балкон и пообязательно в этот момент подумайте о своем самым сокровенном желании и после этого киньте эти крошки со следующими словами отдаю получаю я мечту воплощаю и после этого от вас больше ничего не требуется и пусть воробушки пусть галу голуби синички полакомиться вашим маленьким угощением а вы время уже возьмете важный старт к реализации своей цели друзья вот такой у нас с вами 13 января теперь вы знаете что не нужно делать в этот день для того чтобы не привлечь беды проблемы и всякие неурядицы в свою жизнь с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья на этом канале вы найдете много для себя полезной важной нужной и интересной информации обязательно ставьте лайк этому видео таким образом между между нами происходит энергообмен или обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации но всех поздравляем со старым новым годом пусть вашей жизни будут все самое лучшее будет все самое прекрасное пусть вашей жизни происходят чудеса знаете вы волшебники и вы это можете сделать